Новый закон о конфискации имущества. Пока весна на пороге, УГ уже прямо в доме. Манящий аромат или улика с места преступления? Что такое ольфакторная экспертиза? Всем привет! В эфире «Универновости», а в студии Анастасия Кузьмина. В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошла встреча Генерального консула Республики Туркменистан в Казани Уйча Гараева со студентами Казанского федерального университета. Мероприятие носило информационный характер. Гражданам Туркменистана рассказали о порядке обучения, заполнении документов и прочих организационных моментах, которые необходимы для комфортного обучения и скорой адаптации. На встрече также присутствовал проректор по внешним связям вуза Тимирхан Алишев, который в своей вступительной речи предостерег новоиспеченных студентов от возможных проблем и трудностей. Президент Российской Федерации подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Закон вступит в силу по истечении 10 дней после его публикации, то есть 25 февраля. Подробности узнавала наш корреспондент. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за распространение ложных сведений о российской армии и публичные призывы к деятельности против безопасности государства. Теперь в числе санкций за эти деяния конфискация денег, ценностей и любого имущества, которое использовалось для финансирования терроризма и экстремистской деятельности, а также деятельности против безопасности России. К преступлениям против безопасности страны относятся любые виды диверсий. Согласно документу, отягчающими вину обстоятельствами признаются публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если они совершаются из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды против какой-либо социальной группы. Стоит отметить, что сам по себе экстремизм – это приверженность к радикальным взглядам, которые выражают как мирно, например, высказываниями, так и в опасных формах, например, террористической акцией. Это явление часто связано с политикой, религией, этнической и расовой принадлежностью. Для меня важны психологические признаки действий экстремистского характера, ну, например, возбуждение вражды и розни в отношении какой-либо группы лиц, по национальному, религиозному признаку и прочим, побуждение к каким-либо насильственным агрессивным действиям против какой-либо группы лиц, унижение группы лиц, ну и так далее. Вот эти вот признаки для меня являются предметом моей работы. Стоит отметить, что наличие экстремистского контента определяется сразу несколькими компетентными органами, которые, исходя из полученных Следственным комитетом данных, проводят лингвистическую и психологическую экспертизы. По их результатам, конкретным материалам, согласно заполняемой ведомством анкете, присваиваются обвинения или отсутствие факта наличия в контексте материалов экстремистской направленности. Начинается все с оформления постановления следователем обычно или дознавателем. Значит, постановление оформляется на основе того, что либо заведено уголовное дело, либо проводится проверка. Далее в постановлении указываются вопросы, которые ставят на разрешение экспертов, психолога и лингвиста, если говорить о делах экстремистской такой направленности, о материалах. Далее происходит выемка объектов, которые интересуют следователя. Это выемка из социальных сетей обычно или еще из каких-то платформ в сети интернет. Эти материалы предоставляются вместе с постановлением экспертам. Закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о российской армии, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны, вступит в силу 25 февраля. Это дополнение стало необходимым, поскольку в середине января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что за почти два года Следственный комитет завел 273 уголовных дела о распространении ложной информации о вооруженных силах России. А полное интервью с экспертом смотрите в программе «Под парашютом» на телеканале Универ-ТВ. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ-Новости. Итоговое собеседование по русскому языку – важный этап для всех девятиклассников. Преодоление этой волнующей проверки даст ребятам допуск к основной части государственной итоговой аттестации. Подробнее об этом узнаете в следующем сюжете. Не так давно в общегосударственный экзамен было введено обновление. Итоговое собеседование по русскому языку стало одним из ключевых элементов нового формата. Теперь выпускники должны продемонстрировать свои знания не только в грамматике, орфографии, пунктуации, но еще и в умении четко и логично выражать свои мысли в устной форме. Следует отметить, что устный экзамен способствует формированию определенных навыков выпускников, необходимых для лучшей адаптации в обществе. Миллионы учащихся по всей России довольно быстро приспособились к изменениям, благодаря которым не только успешно сдают основной экзамен, но и улучшают свои коммуникативные навыки. В нашем лице статистика всегда положительная, это радует всех, получают результат зачета. Есть обучающиеся, которые пропускают основное мероприятие в связи с болезнью, либо с госпитализацией, но также успешно принимают участие в резервные сроки и получают результат зачета. Несмотря на то, что слово «экзамен» у многих вызывает страх и панику, собеседование состоит всего из четырех заданий. Чтение текста, его пересказ, монологическое высказывание и диалог. Поэтому все собеседование занимает примерно 15 минут. В аудитории помимо сдающего находятся два экзаменатора. Один отвечает за техническую часть, а второй непосредственно задает вопросы ученику, опираясь на примерные вопросы на специальной карточке в соответствии с темой, выбранной учеником. Итоговое собеседование проводится индивидуально в аудитории. В аудитории присутствует эксперт, учитель-филолог, а также учитель-собеседник. Ребенку выдается контрольно-измерительный материал, где необходимо прочитать текст, пересказать его, составить монолог, а также на ответе на несколько вопросов. Максимальное количество баллов 20. Ребенку необходимо набрать 10 баллов, чтобы получить результат зачет и быть допущенным до государственной токовой аттестации. Во время выполнения всех заданий собеседования нужно соблюдать грамматические, орфоэпические и речевые нормы. Основными критериями для оценивания чтения текста вслух является интонация и темп чтения. Для пересказа текста – сохранение микротем. Факты, подбор высказывания, способы цитирования и подробность пересказа. Задания на монолог важно будут использовать не менее 10 предложений. Хорошо и связано оформить речь. В диалоге критерии примерно те же самые – выполнение коммуникативных задач и учет речевой ситуации. Стоит учитывать и то, что на протяжении всего экзамена ответ записывается на диктофон. Поэтому лучше ответить что-нибудь, чем ничего. Сегодня наши дети очень много посвящают время гаджетам. И говорить становится, так скажем, все сложнее. А здесь необходимо вступать в диалог, строить монолог, делать какие-то умозаключения, отвечать на вопросы. Наверное, в этом и заключается сложность. То есть теряется научная речь, а здесь он должен быть. Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20. Поэтому ребята, которые набрали 10 и более баллов, получают зачет и допуск к УГ. А в случае неудовлетворительного результата в итоговом собеседовании, участник вправе пересдать его в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки. Резида Каримова, Универ Новости. Ни для кого не секрет, что у каждого из нас есть свой запах. Уникальный аромат, обусловленный летучими веществами, которые непрерывно образуют человеческий организм. Но не все знают, что он пронизывает все ткани человека – от крови до костей. Поэтому, в отличие от отпечатков пальцев, запах нельзя стереть. В криминалистике альфакторные следы играют важную роль в раскрытии преступлений и поиске улик. Обнаружение и анализ таких запахов могут быть критически важными в процессе расследования преступлений. Подробнее узнавала наш корреспондент Кристина Отекина. Исследование запахов следов человека входит в перечень видов судебных экспертиз и носит название альфакторной экспертизы. Данный метод анализа считается одним из самых точных и надежных. Альфакторная экспертиза проводится уже более 40 лет, но по-прежнему считается довольно редкой. Ее развитие началось в середине 60-х годов XX века и связано с именем выдающегося советского криминалиста Абрама Винберга, который в 1965 году ввел понятие криминалистическая адерология и предложил способ консервации запахов, заключающийся в их собирании на месте преступления и хранении. Дело в том, что о таких следах говорили очень давно. Достаточно вспомнить собака, след, работа собаки по следу. Это ведь тоже след запаха. Другой вопрос, что в XX веке, в XXI веке эти возможности стали гораздо шире. То есть речь идет уже о том, что эти следы можно обнаруживать, можно фиксировать, изумать и использовать доказывания. Основными объектами, носителями альфакторных следов человека являются волосы, следы крови, сухие пятна, ношная одежда, обувь и различные предметы. Для их обнаружения и сбора используются специально подготовленные собаки и наборы внешне однообразных альфакторных объектов, позволяющие по реакциям биодетекторов выявить в исследуемых пробах запах. Важно учитывать, что субъектом исследования является не собака-детектор, а специалист. Животные служат инструментом в руках экспертов. Я же вспоминаю студентов, что их больше всего забавляют, и на лекциях это своеобразная такая передышка. Это когда показываешь биодетекторы, это собаки, которые используются для решения задач как раз идентификации по следу запаха. Есть, естественно, техническая составляющая, есть программно-аппаратные средства, детекторы, сенсоры, которые в этой области создаются, используются, но до сих пор биодетектор в виде друга человека, собаки используется. Но самая реакция студентов интересная, когда они видят, какие миниатюрные собаки могут использоваться для решения этой задачи. Ну а так, это дрессура, это процедура для собаки, процедура, которая юридически продумана, юридически выверена, чтобы снизить вероятность ошибки. Ведь собаку, как в отличие от другого эксперта, человека допросить нельзя. И как она сработала, почему она сработала, здесь просто-напросто включается знание теории вероятности, как можно минимизировать риски ошибки. Альфакторная экспертиза включает в себя несколько этапов. Вначале над сухим предметом, носителем запаха, один-два раза распыляют воду, так как легкое увлажнение способствует выделению пахучих средств. Затем предмет в местах предполагаемого нахождения альфакторного следа обертывают лоскутом байки, а поверх нее фольгой в два слоя, которую тщательно обжимают для обеспечения плотного контакта ткани с предметом не менее чем на один час. Следующий этап – упаковка в чистые стеклянные банки и передача их в лабораторию. Извлечение пахучих веществ со следов крови и предметов, предположительно принадлежащих преступнику и изъятых при производстве следственных действий, происходит непосредственно в лаборатории. Даже из тех предметов, которые казались бы, ну уже очень давно, уже в помещениях для вещдоков хранятся очень давно, но если они хранились правильно, можно выделить. И было несколько резонансных дел, раскрытия, убийства, по тому, что осталось в вещдоке, выделялся запах, и этот запах потом использовался для идентификации тех, кто попал в круг подозреваемых и задача решалась успешно. То есть преступления раскрывались и 20 лет, и 15 лет. И это было очень неожиданно для тех, кто совершает преступление, потому что они считали, что они сделали все для того, чтобы исключить риски установления. Это как раз касалось и отпечатков пальцев. Сейчас, по-моему, любой школьник знает, что нужно использовать для того, чтобы удалить отпечатки пальцев, если вдруг даже они где-то остались. Знали и о генетической экспертизе, молекулярно-генетических исследований, ДНК-профиль, что можно сделать, чтобы, опять же, минимизировать риски оставления. Вот выяснилось, что альфакторная составляющая криминалистики работала на благо правосудия, и это было для них неожиданно. С внедрением новых методов альфакторной экспертизы появились новые возможности расследования дел прошлых лет. Если исследование ДНК с течением времени становится невозможным из-за деградации клеточных ядер и хромосон, то запаховые следы сохраняются намного дольше, и их анализ позволяет решать идентификационные задачи спустя много лет. Кристина Тёкина, Николай Суховский, Универновости. В культурно-спортивном комплексе УНИКС прошла стратегическая сессия «Избирательная система глазами молодежи», на которую были приглашены студенты как из социально-гуманитарных, так и естественных институтов. Ребята были разделены на 6 команд по 5-6 человек. Главная цель сессии – повышение уровня доверия и активности участия молодежи в действующей избирательной системе. Студенты совместно с экспертами-преподавателями КФУ разбирались, что такое выборы, почему молодежь не участвует активно в них и как повысить интерес молодежи к политической жизни страны. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!